Доброе утречко! Сегодня четверг. Я пришла к нашим соседям, можно сказать, даже друзьям в кафе. Мы налили капучино и принесли завтрак. Боже мой, это так мило! Всё, я сейчас расплачу. У меня сдох телефон, ой, не телефон, у меня сдох ноутбук, потому что он не живёт вообще без зарядки, поэтому совещание сегодня буду проводить по телефону и буду есть свой прекрасный, прекрасный инапторчик. Я сейчас закончила висеть наглым образом на Wi-Fi у армян. Они прям и кофе, и завтрак мне сделали, и даже денег не взяли. Видимо, как-то хорошо им закидывают денег руководители Ника, когда приходят на тусовки. Вот, поэтому, как я не пыталась ему дать каких-то денег за кофе и круассану, он отказался. Ну, ладно, это приятно, хоть и немножечко неловко. Ну, и я не стала супердолго висеть на его Wi-Fi с телефона. Ну, тоже как-то мне неловко было. Поэтому пошла сейчас в сторону Бургер Кинга, потому что там срочные какие-то вопросы по работе я отправила. И иду сейчас в сторону Бургер Кинга, а он, правда, открывается в 12 аж. А Макдональдс, который находится чуть-чуть подальше до него, идти, наверное, километра 3 с половиной, он открывается в 11. Ну, в общем, я сейчас посмотрю, вдруг у Бургер Кинга есть Wi-Fi при закрытом ресторане. Это будет здорово. Либо как раз мне вот там полчаса дойти, прогуляться до Макдональдса. А иду я гуляю по нашему пляжу. Он, конечно, прекрасен. Мне здесь безумно нравится. Здесь такая пляжная полоса, наверное, метров 30, не меньше точно. Вот, и это, конечно, очень круто. Я сейчас поснимаю, потому что я не могу. Я каждый раз, каждый день мы гуляем по пляжу, там, днём, вечером, ночью. И я каждый день хожу, и каждый день у меня состояние просто какого-то визуального оргазма. И если я хожу босиком, сейчас тоже вот хочу как раз пройтись босичком по песку, потому что он... Посмотрите, какой он. Я прям даже сейчас подлезу. Смотрите, это супер мелкий песок, по которому ходить... Ну, я это называю просто оргазм-стоп. Потому что это очень-очень приятно, ходить по мелкому песку, в котором практически нет никаких вкраплений. И, ну, за редким исключением, вот тут есть немножко ракушек, ну, без них никуда, всё-таки это море, куда ж деваться. Но их очень мало, и поэтому ходить по пляжу одно сплошное удовольствие и кайф. И вот я каждый раз, когда хожу по пляжу босичком, у меня оргазм-глаз и оргазм-стоп происходят, потому что это, конечно, невероятно красивый вид. И вообще здесь всё просто супер. Просто супер. Ну, ладно, я пошла получать свои два вида оргазма. Вернусь чуть позже. Микро-докотлон. Что тут есть? Всякие сумки-непромокайки. В двух размерах. Это надо иметь в виду. Так, это что у нас? Шао-гель. Какие-то повязки. О, вот вообще ещё спасательная, наверное, да? Спасательная какая-то надувная фигулина. Так, плавательная. Тоже дребедини. О, как раз я забыла вот такое своё полотежко. Можно будет прикупить. Даже странного цвета. Это хорошо. Правда, у меня декатлон немецкий сертификат. Здесь серфы. Так, сапы. Я притащила свой. А здесь можно купить за 269 евро. Так, что здесь? Тапки рифовые. Купальнички. Что здесь ещё? Так. Для снорклинга всякая хреновня. Так, это всё пляжный теннис. Чё здесь полотежки. Какие-то пакетики. Сумочки пляжные. Так, чё здесь есть? О, кстати, прикольные квинчуча. Вот ещё бы не было написано квинчуча. Было бы вообще идеально. Ну ладно. Кепки. Кепки Travel Never Ends. По 10 евро. 600 рублей, кстати, круто вообще. Практически бесплатно. Оля. Тэ. Здесь. А, здесь школьная какая-то всякая детская хреновуха. Женская, мужская обувка. Кроссовки. Кстати, у меня были вот такие. Это был мой первый заход, когда я тестировала, насколько универсальны белые кроссовки. И вот эти были мои первые белые кроссовки. Даже несмотря на то, что у них есть серая полоса. Они реально подходили ко всему. Они стоят очень дёшево. Ну, что-то типа 2000 рублей по сравнению, например, с рибуками, которые я люблю. Вот. И я поняла кайф белой обуви. Вот тут, кстати, продаётся. Не знаю, правда, за сколько денег. А, 50. 50 евро. Мурские белые кроссы. Да, так всё вот Декатлоновское. Ой, тут даже для рыбной ловли всякая снасть есть. Ну, а это что у нас? Боже мой. Космические просто кроссы. Ну, прикольно выглядят. Похожи на какие-нибудь Джорданы. Ну, это Декатлоновское. Тормак. Да, Декатлоновский бренд. Носки. Так, здесь всякие футболки. О, кстати, неплохие футболочки. За 6 евро. Между прочим, made in... Видно? Давай, фокусируйся. Короче, made in... Сделано в Египте. Круто. Здесь вот made in Индия. Да, ничего не видно. Ладно, поверите мне на слово. Я надеюсь. Ну, да, и тут всякие вот эти домашние плюшевые штуки. Хотя, в принципе, почему бы и не пойти на куда-то, на выход в них. Так, здесь всякие палаточные дела. О, топы. Топы, топы. Вот, кстати, классный белый топ. Мне очень понравился мой Декатлоновский топ. Он супер-супер круто держит. Все. Все, что нужно. И вот здесь есть тоже хорошо, я так подозреваю, держащие топы. Тоже белые и черные. И вон по 20 евро недорого. Тут вон топ, который прям в спорте-спорте. Да, кстати, у нас таких немножко другие модельки продаются. Продавались. Даже так продавались. Так, что здесь еще интересного? Ну, спортивная всякая дребедень. Шорты, треники, юбки. Вон, типа, серф, 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 юбка с шортиками. Да? Да. Забавно. Не знаю, для чего, но прикольно. Так. На руку держалка для телефона. Всякие сумочки. В том числе, адидасовские для спорта. Коврики для йоги. Вот это я, кстати, хотела. Хочу тебе приобрести. Коврик для йоги. Но какой он супер тонкий. Потому что это удобнее. Его еще можно брать везде, где только пригодится. Но здесь вот тоненьких сейчас нету. Самый тоненький вот такой. Но мне хочется еще тоньше. Потому что я у подружки, у своей, видела коврик. Не помню. У меня, по-моему, рыбок. Если у меня память не изменяет. Он прям супер тонкий. Он вообще не занимает место. Его и с собой брать куда-то можно. Вот. И все такое. И вот эти мне очень нравятся штуки. Ролики раскатывающиеся. Тоже, когда мы забазируемся. Я обязательно себе такой куплю. Это очень удобно. Так. Ну и, собственно, что? Больше ничего не пригодилось нам. Так. Футбольные мячики. Всякие толстовки, если мы замерзнем. Хотя у нас толстовок с выставки «Целый вагон». Ой, вот это вот даже по дизайну очень похоже на то, что продавали «Юникло». У меня тоже была синенькая в «Юникло». Так. Венчучевская. Вообще ветровка. Ветровка типа невромокашка и даже с утеплителем. Вообще огонь. Так. Обычный дождевик. Но у меня лучше. Так. Так. Что тут еще? Шлепки. Вот примерно то, что я хочу купить в «Эко». И в «Экатлоне» они стоят 25 евро. А в «Эко» они стоят от 60 до 80 примерно в среднем. Но я хочу именно «Эковские», потому что у меня уже такие были. И они неубиваемые. Вот так вот. В общем, для местного климата здесь небольшой, но наполненный декатлон, который можно прям заюзать. Очень даже достойно. Все здесь необходимое есть. Не какой-то супервыбор, но в целом, если припрет, даже вон пончики детские разноцветные. Я дошла до Бургер Кинга. Надо, кстати, тренировочку приостановить. Но штука в чем? Штука в том, что сейчас время 11, а Бургер Кинг открывается только в 12.30. Но я, наверное, подожду и засяду здесь поработать в Бургер Кинге, потому что до «Макдональдса» идти прям далеко еще получается. И пожари, и возвращаться нужно будет долго. Или даже нет. Я сейчас сижу, думаю, я, наверное, сейчас вернусь домой, разгружу свой рюкзак и погуляю с трампом. И потом к открытию пойду в Бургер Кинг. И, может быть, сейчас даже, кстати, что-нибудь пособираю вещи. Потому что нам сегодня нужно будет уехать из квартиры. Оно у нас до завтра забронировано. Но завтра в 8.20 утра у нас самолет из Мадрида в Подгорицу, в Португалию. Вот. А, соответственно, сегодня нам нужно будет как-то добраться в Мадрид. Ник там решает, как вообще это лучше сделать. То есть, либо мы поедем сегодня вечерним поездом в Мадрид и машину оставим где-то в Валенсии. Либо мы поедем на машине завтра, ну, сегодня ночью, грубо говоря, в Мадрид. Оставим ее где-то там в аэропорте. Купим билет коллеге Нику на выходные до Мадрида. И он поедет в Мадрид и заберет, и приедет сюда на тачке. Ну, как бы разные опции могут быть. Вот. В общем, нам нужно как-то этот вопрос организовать. Вернее, Ник этим вопросом занимается. Вот. А я сижу, смиренно жду. Так что сейчас, да, лучшим вариантом, вместо того, чтобы болтаться в полутора-в двух километрах от дома, полтора часа я лучше пойду домой, подзаряжу телефон, подзаряжу ноутбук, подсоберу вещи, погуляю с собакой и приду как раз как-то, видите, бургерки. И посижу поработаю. Так что вот такой план.